В предыдущих роликах мы уже поговорили о том, как древнегреческие астрономы измерили диаметр Земли и расстояние от Земли до Луны. Ну и понятно, что следующий шаг должен был состоять в том, чтобы попытаться измерить расстояние от Земли до Солнца. И они этот шаг сделали. Но вот, к сожалению, полученные результаты оказались скорее неудовлетворительными. И сейчас мы поговорим о том, почему так произошло. Вот как попытался измерить это расстояние уже знакомый нам Арестарх Самоский. Он сказал, давайте посмотрим на Луну, когда она находится ровно в четверти. Так что мы с Земли видим освещенное ровно половину ее диска. А где в это время находится Солнце? Ясно, что оно светит на Луну сбоку. И его центр лежит где-то на этой прямой. Так что угол между направлениями на центр Луны и Солнца будет чуть меньше 90 градусов. Мы измерим этот угол, найдем разницу между ним и углом в 90 градусов и выразим расстояние до Солнца через расстояние до Луны. Арестарх попробовал измерить эту разницу углов. И у него получилось, что Солнце в 20 раз дальше от нас, чем Луна, и в 20 раз больше Луны. А на самом деле мы сейчас знаем, что эти расстояния разница не в 20, а в 400 раз. И угол, который пытался измерить Арестарх, меньше 90 градусов, всего на одну шестую часть градуса. Его методами все это было совершенно неизмеримо. И еще, если бы мы знали диаметр Солнца, мы бы сразу же узнали и расстояние до него. Ведь Солнце видно с Земли под углом примерно в половину градуса, и поэтому расстояние от Земли до Солнца примерно в 110 раз больше солнечного диаметра. А этот диаметр впервые был измерен в 1761 году. И основу этого измерения составили астрономические наблюдения за таким достаточно редким природным явлением, как прохождение планеты Венеры под диску Солнца. Чтобы выполнить такое измерение, нужен план. И мы этот план сейчас с вами составим. Все вы видели Венеру на вечернем или на утреннем небе. Вечером она садится за горизонт, вслед за Солнцем, а утром восходит перед Солнцем. Так получается, потому что орбиты Венеры меньше орбиты Земли. Венера, как говорят астрономы, является внутренней планетой. И оказывается, что максимальный угол, на который Венера отходит от Солнца, составляет 46 градусов. А отсюда мы сразу же получаем, что если радиус земной орбиты принять за единицу измерения, а астрономы называют это расстояние астрономической единицей, то тогда радиус орбиты Венеры будет равен синусу 46 градусов, что примерно равно 0,72 астрономической единицы. И когда Венера проходит между Землей и Солнцем, расстояние от Земли до Венеры составляет 0,28 астрономической единицы. Все это, конечно, хорошо, но как нам узнать, чему равна астрономическая единица, если мы захотим выразить ее, например, в километрах? И тут нам на помощь приходит такое явление, как параллакс. Чтобы понять, что это такое, возьмите в руку карандаш, закройте левый глаз и совместите карандаш с каким-нибудь удаленным предметом. А теперь поменяйте глаза, закройте правый и откройте левый. И вы увидите, что карандаш сдвинулся относительно предмета. Снова меняем глаза, предмет и карандаш снова совместились. А происходит так потому, что лучи зрения, идущие из наших глаз через острие карандаша, образуют между собой некоторый угол. И луч зрения от правого глаза идет через острие карандаша к одному предмету, а луч от левого глаза к другому. Теперь мы готовы к тому, чтобы составить план измерения расстояния от Земли до Солнца по величине угла параллакса при прохождении Венеры по диску Солнца. И план этот состоит в следующем. На земном шаре выбираются два пункта, как можно сильнее размесенные по широте с севера на юг. И мы определяем расстояние d малое между ними по вертикали. Из этих двух пунктов наблюдается прохождение Венеры по диску Солнца. При этом отслеживается положение центра Венеры относительно краев солнечного диска. Если рисовать упрощенно, у нас получились две отметки а и b. И из пропорции треугольников мы знаем, что длина отрезка d большое составляет 2,6 от отрезка d малое. Установив, какую долю отрезок d большое составил от видимого диаметра Солнца, мы узнаем отсюда диаметр Солнца в километрах. А зная этот диаметр, мы найдем расстояние от Земли до Солнца. И именно проведение таких измерений стало предметом первого в истории большого международного научного проекта. Наблюдательные пункты надо было разместить по всей Земле, причем с большим запасом. Плавание куда-нибудь на острова Тихого океана занимает много месяцев, а еще приплывешь на место, а там в этот день будет облачно. И понятно, что организовывать дорогостоящую экспедицию ради одного только астрономического наблюдения совершенно бессмысленно. А поэтому в два года прохождения Венеры по диску Солнца, 1761 и 1669, было организовано в первый раз 40, а во второй 150 наблюдений. Причем заметная часть этих наблюдений проводилась комплексными экспедициями, которые посещали самые далекие уголки земного шара. И о некоторых из этих экспедиций и наблюдений вы, скорее всего, даже знаете. Так капитан Джеймс Кук проводил наблюдения на острове Таити во время своего первого кругосветного плавания. Михаил Ломоносов, наблюдавший за прохождением Венеры у себя дома в Петербурге, открыл, что эта планета окружена атмосферой. Вот так выглядел типичный телескоп, с помощью которого проводилось наблюдение. Положение Венеры на солнечном диске здесь можно отмечать прямо на экране. В результате всех этих наблюдений было установлено, что Солнце в 109 раз больше Земли. И расстояние до Солнца, если измерять его в современных единицах, составляет 150 миллионов километров. На этом наша история завершается. И здесь я хочу еще раз напомнить вам, что явление прохождения Венеры по диску Солнца является достаточно редким. Два прохождения разделены сроком в 8 лет, а потом до следующей пары прохождений надо ждать больше сотни лет. И, кстати сказать, последний раз такая пара прохождений наблюдалась совсем недавно, в 2004 и 2012 годах. Но как возникает такая странная периодичность? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!